Для максимального экспириенса я предлагаю вам ознакомиться с двумя роликами, ссылки на которые вы видите на своем экране. Ты чувствуешь, сын мой, вокруг тебя сгущаются тени, свет воззвал к правосудию, тебе наконец придется ответить за все прошлые грехи. Тебя призовут к ответу за все кровавые бесчинства, за все неописуемые ужасы, которые испытал этот мир, за все темные древние силы, что ты поработил. Хотя моя душа стала одной из первых жертв твоего зла, в этом клевике томятся тысячи других, и они вопиют о посвобождении. Взяли ниже на свои владения, сын мой, ибо армия света собирается у твоих брат. Пусть идут, ледяная скорбь жаждет крови. Здравствуйте, товарищи, с вами вновь Сет, и это вновь старые рейды. И, собственно, да, продвинулись мы, наконец-таки, к последнему рейдовому инсту дополнения в Race of the Lich King. Ну, не по счету последнему, а последнему в моих видео, потому что Халиона-то мы уже видели вместе с Аниксией. Так что, да, цитадель ледяной короны. Именно здесь восседает король Лич, также известный ранее как Артас Минитил. Ну, ранее известный. Я, наверное, вкратце расскажу, конечно, историю по ходу прохождения. Я, кстати, только сейчас заметил, какие прикольные нереалистичные облака в этом месте. Как будто они движутся, и шпиль ледяной короны разрезает их на части, но они почему-то разрезаются, как вы видите, еще до того, как пройдут через этот шпиль, таким образом, ну, где-то вот здесь вот. Ну, вообще, я никогда раньше не всматривался в это, и... Да, довольно-таки клево, надо сказать. Надо сказать, довольно-таки клево. Ну что ж, давайте. Непобедимого, конечно, выбить мы не сможем, потому что я не смогу включить Hard Mode режим. Также неизвестно, вообще, получится ли у меня хоть что-то сделать. Ну, по идее, получится. Но суть в том, что сплющивание произошло, как вы видите. У меня сейчас всего 111 тысяч хп, и я не знаю, как это вообще работает. Я с того момента, как вышел припатч, ни в одном старом инсте не был. Хотя нет, был в БКшных, и там, по-моему, ничего особо не изменилось. Может быть, даже легче стало. Ну что ж. Что ж. Давайте начнем. Вот вход в цитадель ледяной короны. Здесь у нас стоит верховный лорд Тирион Фортринг. Мы знаем, кто это. Мы знаем, откуда у него испепелитель, так называемый меч. Если не ошибаюсь, Аш Брингер или как-то так. Ну да, Эш это пепел, а Эш Брингер как-то так он звучит. В общем, есть верховный правитель Саурфан, который громко кричит. И даже горош адский крик. Адский крик следит за тобой. Адский крик следит за мной, прям как большой брат. Каркронский генерал. Что, кстати, еще раз показывает то, что в Орде женщина, у женщин Арк-Чиха, ну вообще у женщин больше власти, чем в Альянсе, потому что у них больше таких персонажей. Правда, это какие-то странные, они двух генералов женщин специально подобрали, наверное, вот для этого. С Ирокезом. Что? Он как будто наблевал просто на пол. Кровь и гром. Кровь и гром. У тебя изо рта только что, я так понял, вывалились. Приветствую. Да, ну что ж. Уверуй в свет, и все станет возможно. О, да. Нас ждет триумф. Нас ждет триумф и... Смелость, наше лучшее оружие. Начинаем. Начинаем. Сейчас должен... Должна включиться сейчас не катсцена, а звук. Звук как раз таки. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души высияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Словить его было очень трудно. Ужу ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся. Но скоро он злаится перед своим королем. В конце концов, все вы будете служить мне. Все? Сила света не ведает преград, Саурфант. Его душа безмерно страдает. И все же, пока он жив. Мы должны спасти его. Если мы спасем Болвара Фордрагона, напряжение между Ордой и Альянсом спадет. Теперь наша задача ясна. Мы заставим короля Лича ответить за все злодеяния и спасем паладина. Харкрон, готовьте молот Аргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене Цитадели и будем ждать вас там. Ну что ж, думаю, теперь все. Закончен этот диалог. Собственно, да, Полвар Фордрагон, именно тот рыцарь, который пал от руки не короля Лича даже, а от руки отрекшихся, предавших Сильвану. Это было в начальном ролике перед как раз таки Инстом Цитель Ледяной Короны. Уж не знаю, покажу ли я вам его. Возможно, я даже буду не столь ленивой жопой, как обычно. И, возможно, я покажу вам все ролики, связанные с Личом. Вряд ли получится показать самую главную с воскрешением Синдрагосы. Но вот этот вот бой, где был убит Саурфанг-младший, вы видели сейчас Саурфанга. А там, перед воротами Гнева, так называется вход в Цитадель Ледяной Короны, был убит его сын. Ну, как выяснилось впоследствии, он был не убит, а просто порабощен, скажем так, королем лечом. Вернее, убит, а потом воскрешен королем лечом. Лордные, ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель господина. Ну, а вот, собственно, и первый босс Лорд Рибрат. Да, вот так вот он и выглядит. И это важно, потому что в китайской версии Вова он выглядит не так. Он выглядит скорее как дух, и при этом у него нету вот этого костяного очертания, он такой, как будто имеет плоть. Хотя он создан в принципе из костей убитых королем лечом, собственно, жертв. И поставлен здесь в качестве часового, в качестве охранника. Да, но поскольку китайцы у них там цензура, у них и в доте, как вы знаете, многие модельки изменены, его сделали таким существом из плоти и суть в том, что у него есть способность вихрь костей, которую, не знаю, увидим ли мы или нет, мне не хочется затягивать бой, я хочу просто быстро его зергануть его и все. Но, как вы понимаете, если у него нету костей, то эту способность в китайском это называют, ну, она не переименована на всяком, но в простонародье ее называют вихрь мяса или вихрь кожи, кожаный вихрь. Так что да. Ну да, как видим, вряд ли у меня будут какие-то проблемы. Он видит лишь тьму. Да, это десятка. ХМ, как я уже говорил, включить не получится. как неудобно, у меня вещи лежат в сумке, все перемешается и будет плохо. Хотя в десятке мало лутов, несмотря на то, что луты, несмотря на то, что 12 боссов, упадет всего, как вы понимаете, 28, но с леча может быть три шмотки или четыре бады, точно не помню, четыре вроде бы. Да, это был первый босс. Вот, собственно, второй босс мы уже видим, это леди смертный шепот. Но это не все. Я помню у нее четко фразу про бренность тела или типа того про руки. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Это фраза Эрелла после вайпа на этом боссе. Как вы понимаете? Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше создайте столько пошутили над вами, тем скорее выберите иной путь. Что-то она голос наложила сама на себя. Да, является она личом, никакой предыстории особой у нее нету. Это лидер культа проклятых, ну собственно того самого культа. господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ, ничто не может сломить его волю. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. да, вот такая вот она. И я уже не помню, к чему суть. По-моему, что-то связанное с маной у нее происходит, видите, у нее кончается потихоньку мана и и она умерла. Да. В общем, я вспомнил, как проходил с ней бой, я сейчас забыл уже, но сейчас вспомнил. Здесь стояли милишники и били ее, при этом она брала в майнд-контрол как сам лич, не сам лич, а лич, который кельтузад из Накс Рамаса. Отсюда из этих ну, я не знаю, это проходами сложно назвать, это скорее окна какие-то. В общем, там шли мобы и все, когда сбивался щит, ей кикались косты, все такое, в общем, да, вот такой вот это был босс, не особо сложный, наверное, это был один из самых легких хард-модов, ну, не считая, конечно, следующего боя, которого, кстати, скорее всего, и не будет. А здесь, я помню, здесь, если не убить хила, то можно бесконечно драться с этим трэшем, но, благо, ДПСы у меня, чтобы убить хила, хватает. Вот здесь стоял друид. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Да, как видите, мы здесь сражаемся с Альянсом, что не совсем правильно, потому что, ну, это не оскверненный Альянс, это обычный Альянс. Они непонятно, какого хрена вообще на нас нападают. Ну, понятно, что все винят Орду, Орда винит Альянс, хотя, за что Орде винить Альянс, это же проклятые, вернее, отрекшиеся, предали всех у врат гнева и... Да. Кстати, я не уверен, иду ли я в правильную сторону, потому что, когда я играл за Альянс в ЦЛК рейдил, то я шел налево. А возможно, если ты играешь за Орду, то надо было идти направо. Вот это вот я не помню. Или справа там какой-то моб находился, которого надо для ачивки было убить. Тоже уже точно не помню. Ну, ничего страшного, думаю, если что, поубиваем трэш. Насколько я сейчас знаю, вообще вот этот босс, который сейчас будет, он раньше очень мешал соло-прохождению, потому что там механика боя была не типа просто кроши лицо, иди, вбей в морду, а механика боя была такая, что нужно было использовать пушки, которые наносят урона не столько, сколько ты наносишь, а определенное количество. При этом у тебя был корабль, по которого стреляли из других пушек. И надо было это все рассчитывать. Нет, все-таки налево идти, вот наш корабль. И, насколько я сейчас знаю, этого энкаунтера вообще сейчас нету, этого босса. Меня сейчас сразу к Саурфангу перекинет, если я не ошибаюсь, конечно. Ну да, пока зачистка проходит очень легко, намного проще, чем была до припатча Дренора, до сжатия. Я уверен, то что раньше у меня ДПС был чуть меньше. Ну вот он, собственно. Кто выполнял квесты в цитадели ледяной короны, в смысле в ледяной короне, не в цитадели квест, а просто в ледяной короне, тот знает, что это за корабль. На нем Орда, собственно, летает. Я слышал, что мой сын здесь, говорят, он стал могучим рыцарем смерти. Да, это тот самый орк, который первый бросился в атаку на короля Лича в том начальном ролике и был за это, собственно, убит, а душа его была поглощена, а после этого он был воскрешен. и стал рыцарем смерти, сильнейшим рыцарем смерти. Да, бряньте сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Локтар Огар. У него даже губы. Губы не шевелятся. У меня что-то упало. И я даже не могу винить в этом кота, потому что он находится в одной комнате со мной. Вы видите, что это там вдалеке? Да, вот он, собственно, гибель, или как это называется, этот корабль. И я не представляю, если честно, как сейчас это будет проходить. Во-первых, дай мне вот эту штуку. так, я ее одел. И что? Да, усмиритель небес. Ну да, вид. Да, как видите, сейчас очень быстро у корабля все хп снились. Так, мне надо убить вот этих вот магов, которые заморозили пушки. Тут есть мур-1 бронзоборот. Так, я что-то путаю, да? Я не всех магов убил. Нет? Как видите, молот Аргрима тоже. А, вот он, маг. Я забыл, что он стоит в центре. А, вот, теперь пушки размерзли, и я могу добить. Ну, теперь, в общем, урон очень сильно от этих пушек повысили. Вы понимаете, то, что это должны были быть разные группы. Альянс повержен! Вперед, к герою, лечу! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Ну да, затыкай пушки. Кыш, летите отсюда, придурки. Да, раньше просто пушки не столько урона носили, они наносили столько урона, сколько должны были. Этот бой должен, на самом деле, естественно, намного дольше длиться. Одна группа здесь защищала, собственно, Саурфанга и всех остальных. Ух ты, лут. Вторая группа прыгала на абордаж с помощью вот этого рюкзака, которого я взял, кстати, медведь очень... Лол, они изменили! Раньше у медведя он был на спине, то есть на жопе. И медведь летал жопой. Блин, они изменили, какой это стой? Или это только у Альянса было так? В общем, калявные шмотки. Ну и давайте посмотрим на Саурфанга. Не понимаю, что на самом деле из меня вот это зеленое течет. Что за болевотина? Песнь войны, запас здоровья увеличен, но это самый, тот самый нерв. А нерв ЦЛК, который был, не знаю, что за дерьмо. Зак-зак. Мы готовы. Вперед. Аркрон, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Плеть только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир воиноплечий и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у Врат Гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упребец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дронош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. и чист. Сегодня я исполню обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могуществен на плечи? Во имя Короля Лича. Ну вот такую вот историю на самом деле он и рассказал. Суть в том, что вот этот Саутпанк старший, он был пил кровь Монорота вместе с Освободился. Вместе с Громом Адским Криком. А своего сына он оставил в Городаре, там же, где и, собственно, горош был. Поэтому он был в том ролике коричневым орком, а этот зеленый его отец. Потому что он пил кровь Монорота. Но он уже освободился, как вы понимаете, от той жажды крови. Ну я, кстати, полагаю, то что так действительно есть. Но анимации сломались все, естественно, это из-за смены моделей. Единственное, что... А, вот, Сундук Слу, там точно я вспомнил. Я не понимаю до сих пор, почему я блюю. Какой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Ничего себе. Капюшон делает моего Таурена прям чересчур злым. Он и так не очень добрый. С новой моделью. Да, и вот этот вот младший Саурфанк, он как раз-таки и должен был бы стать новым лидером Орды, то есть вождем вместо Гороша. Именно его хотел назначить изначально Трал, но поскольку он погиб здесь, у Врат Гнева, то загрузка. То пришлось назначать Гороша, несмотря на то, что сам Трал понимал, что... Тебе повезло. Что? Кто это говорил про мне повезло? Так, ну не уверен вообще, что меня эти штуки ваншотнут, но раньше они очень сильно дамажили. Да. Ну и вот мы заходим в основную часть от стадели Ледяной Короны. Ну и да, сюда нужно было... Вот, надо было нам сюда, собственно... Бежать хотя бы одному человеку, добежать до телепорта. Ну вернее, не до самого телепорта, а вот отсюда, и тогда бы все остальные могли портануться. А так, это была веселая Нубореска. Валькира, Глашатай. Что? Что? Сначала мы идем, естественно, в квартал Мерзости. Тут у нас квартал Крови, если не ошибаюсь, квартал Мерзости, и... какой-то еще квартал. В общем, идем налево. Вот так вот выглядит цвета Ледяной Короны изнутри. Это Ледяной Трон, как вы понимаете. Вот эта глыба льда идет вплоть до верха, где находятся доспехи. Именно вот по этой вот хрени шел Артас в ролике. Ну, только он там, наверху шел по ней. Я думаю, кстати, можно уже начать, поскольку про следующих боссов, в принципе, лора мало. Я не понимаю, только тут души должны быть. Тут должны были повсюду летать души. Я не совсем понимаю, почему их нет. Может, у меня графон, типа, низкий, или типа того. Вот рейды и поля боя. Ну, качество теней. Я, конечно, все сделал, чтобы у меня фпс был нормальный, но да вроде бы все не так уж и плохо. Давайте попробуем все получше сделать. А тут увеличивать-то особо и нечего. Разрешение текстур вряд ли. На что-то влияет. Может быть, позже появятся души, но я помню, что вроде бы они здесь такие летали. Ну, ладно. Я по-прежнему не понимаю, почему я блюю вот это вот зеленое дерьмо из персонажей. Я просто забыл. Наверняка это как-то обосновывалось, но я просто забыл. А это только в коте? Нет, не только в коте. Ну, что ж. Я, кстати, как сказал, квартал мерзости, да? Это я с Наксрамасом перепутал. Тут, естественно, никакого квартала мерзости нету. Или как я называл? Это здесь называется Чумодельня. И здесь три босса. Ну, а что я говорил, начнем рассказывать мы про я вернее, про Короля Лича, собственно. Ну, большинство людей знают Короля Лича как Принц Артас Минитил, который собственно пошел в Нордскол, нашел там Фростморн, потом сел на трон Короля Лича и стал Королем Личом. Ну, он не то, что сел на трон, но он надел доспехи, как вы понимаете. Но не все знают, что изначально Король Лич это был Орочий Шаман. Да, Нерзул. Не уйди от нас. Нет, вы убили Вонючку. Сейчас получите. Да, мы убили Вонючку, но на самом деле прелесть надо убивать, и у нее ленточка прелести. А может выпасть. А может и не может. Я помню, что в первые КД-2 или 3 она выпадала со стопроцентной вероятностью. Это такая рубашка или гербовая накидка, уже не помню. Вот, но вот она, кстати, и есть. Но потом шанс дропа очень сильно снизили. И вот сейчас мне опять-таки не упала прелесть. Нападем на них сзади. Да, я наступил на ловушку и сзади напали эти. Ну, они, естественно, всегда здесь ловушки не по рандому раскинуты, поэтому когда ты не первый раз, то ты знаешь, что они придут. Ну, и гниломорд. Обычное поганище, так называемое, созданное профессором Путрицидом, ну, или Мерсоцидом, как вам больше нравится. Истории про него нет, как вы понимаете, обычный страшный монстр. Да. А я продолжу все-таки про Нерзула рассказывать. Нерзул был уважаемым шаманом племени каком-то там орочем племени, возможно, во всех племенах, возможно, он был вне племени, этого я уже не помню. Но я помню то, что когда орков нашел Килджейден по заказу, скажем так, ну, по назначению с этого Саргераса, Килджейден именно этим и занимался. Он потому и искуситель, он искал для Саргераса новые народы, которые можно покорить, которые могли бы послужить его цели. И Килджейден увидел огромный потенциал в орках. И когда он нашел их, ему надо было их как-то объединить. И он пообещал Нерзулу, собственно, то, что тот получит огромную власть, и вся его орда получит огромную власть, если они пойдут за Килджейденом. И собственно начал. Это профессор Мерзоцит кричит. Вот. Ну, Нерзул собственно понял то, что орду собираются просто использовать для достижения своих целей. Смотрите, сколько посухов. Вот это даже ничего. И начал строить собственно свои планы. Об этом узнал его ученик, самый верный ученик Гулдан. И рассказал об этом Килджейдену. И в итоге Нерзула скажем так Килджейден схватил. Но он не стал его убивать. Ну, это уже было в моменты войны и второй. И уже после того, как если не ошибаюсь Архимонд нет, это не могло быть после того. Это было до того, как Архимонд облажался у Древа Вечности. Тут надо было покрутить два вентиля, насколько я помню. Но я уже не помню, где они находятся. Вот такая вот проблема. Да, вот сюда отпустить газ. А в общем Нерзулу не удалось скрыться. он и его приспешники ближайшие вот вентиль были пойманы Килджейденом и Нерзула заточили внутри Ледяного Трона. Так что Король Лич он изначально был собственно орком. Да, такие дела. Ну, а потом уже дальше историю вы знаете. Нерзул начал учиться собственно разговаривать со своими слугами Личами, которые были те же орки, которые были вместе с ним пойманы Килджейденом. А следили за всем этим Натризимы. В третьем Варкрафте вы видели моделька Баланара. Именно Малгайнис Натризим, который ну, вел много диалогов с Принтсом Артасом. А, да. Это время нужно. Такая типа дезинфекция закрываются двери с двух сторон и это. Так, на чем я остановился? Натризимы, Натризимы, да. Ну, в общем, вы знаете. И Нарзул начал внутри Ледяного Трона выковал меч Фрост Моурн, поместил его в Ледяной Короне и привел к нему Артаса. Ну, опять же, потому что он типа клевый. И Натризимы они изначально думали, что все идет по их плану, типа, как и задумывал Саргерас, скилл Джейден, там, и все остальные. И Нарзул всего лишь пешка, но у Нарзула были на это свои планы. У Короля Леча уже можно, наверное, называть его не Нарзулом, а Королем Лечом. Поэтому, когда принц Артас уже с Ледяной Скорбью помог открыть портал из Солнечного Колодца, из которого вышел Архимонд, то у Артаса забрали право управлять собственно плетью, ну тогда еще, ну да, плетью, которую опять-таки чуму создал Нарзул внутри Ледяного Трона, находясь, он создал чуму, распространил ее, он говорил с Кельтузадом, которого мы видели в Накс Рамосе, типа, на свою сторону его перевел, в событиях третьего Варкрафта все это есть, ну кроме Кельтузада, Кельтузада в событиях третьего Варкрафта убивает Артас, будучи паладином, а потом на станках Солнечного Колодца он воскрешает Кельтузада, используя при этом урну, в которой хранился раньше прах короля Минитила, то бишь отца Артас, но в третьем Варкрафте про это, естественно, очень много, ну хорошо, это очень показано, все-таки там сама история про это. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Не очень отличные новости, надо сказать. Это вторая фаза босса, да. Хм, что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда... Позвольные новости, народ! Похоже, у меня ничего не выйдет! Да, на чем я остановился в рассказе про Нерзула и Короля Лича. Я уже забыл. То, что Нерзул Артаса себе подчинил, взял Ледяной Скорбь. Ну да, собственно, и в Норсколе потом Артас шарился и после убийства отца своего, собственно, вернее, до убийства он несколько месяцев был в Норсколе, собирал армию и, кстати, пока он там был, он создал... Скажем так, не создал, а... Паработил. Нет, создал. Нет, это было после того, как он убил своего отца, когда он вернулся в Норскол. Высшие эльфы, которые путешествовали раньше с Кельтасом, как тогда уже Кельтас, который солнечный скиталец, объединился с Иллиданом и был повержен, Иллидан был повержен и эльфы эти были повержены. Как вы видите, вот эльфы. Артас их, опять-таки, воскресил и сделал своими слугами. И это не просто были высшие эльфы, это эльфы-вампиры, но только вампиры в плане энергии. Самой сильной из них была Ланатель, кровавая королева Ланатель, и ее, насколько я понимаю, Артас даже до конца не смог подчинить себе. Потому что она немного оставила, ну, скажем так, как частица разума в ней еще присутствует. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Да, это кровавый совет из трех принцев. Келесет, Валанар, Талдорам. Со всеми из них мы встречались ранее в каком-то месте по квестам или в инстах, как вы помните, то ли Келесет. Валанар, по-моему, был в Анкахете. И, собственно, да. Здесь они уже втроем. Бой был довольно веселым. Он потому что был очень важен для позиционирования, особенно в 25-ке. Но я не буду особо рассказывать про бой, потому что мы сейчас все равно не увидим ничего интересного. Сейчас этот бой представляет из себя вот такое вот. Голос, кстати, очень знакомый в озвучке. Моя королева, они идут. Не помню. Но очень знакомый голос. Вот. И, если не ошибаюсь, был меч какой-то очень мощный. Уже не помню название. Вот у этой королевы была на теле. С помощью этого меча она надеялась справиться с королем-личом, но у нее, естественно, не получилось. Эту штуку, кстати, юзать можно. Я не помню, правда, для чего. О, но всему урон увеличен. Клево. Надо босса спулить с этим говном. Тихо, тихо. Не лезьте ко мне. Я хочу... А, спала. Ну, собственно, вот она. Очень внушительный босс, как по мне. Ну, чисто визуально. Как матушка Шекзир, примерно, из БТ. Только менее обнажена. И... Да. Это было неразумное решение. Вот. Ну, даже не знаю, что про нее еще сказать. Ну, например, она умерла. Я голодна. Мы ведь так хорошо ладили. Не знаю, о чем она говорит, мы ведь так хорошо ладили. Может, издевается, или типа того. Глупые жезлы, хватит падать. Больше ничего про нее рассказать, наверное, не могу. Может быть, про Артаса что-нибудь рассказать? Ну, нет, вроде бы, я как раз-таки дошел до того момента, когда Артас подчинил этих. Потом были... Было в ледяной короне то, что он победил Иллидана, сел на трон. Воскресил Синдрагосу, который мы сейчас, кстати, и пойдем. Ну, про Синдрагосу я расскажу, наверное, когда мы будем подходить к Синдрагосе. Сейчас-то мы подходим к Валитре, и только снаходицы, или сновидицы, они по-разному ее называют. Сейчас посмотрим, как правильно. Кстати. Ну, то есть, мы давно уже смотрели, как правильно, но я просто забыл. Кто-то, говорится, находится, кто-то, говорится, сновидится. Суть Валитре в чем? Она раньше была непроходимым боссом для многих персонажей, для многих людей, потому что они не могли хилить. Врайкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Ну, вот, кстати, про Врайкулов я вам ничего рассказать не могу. сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Сестра Свална. Ну, двух сестер мы уже видели в испытании крестоносца. Примодите сюда, и мы вам поможем. Ну, как-то так. Продвигайтесь! Да, прочищают для них путь. Прочищают плохое слово, прочищают как кишечник. и расчищают путь. Да. Скорей, вперед! Но я ведь еще не всех убил. Жалкие создания! Умрите! А ну, перестань уешать! А, не сбивается. Скорей, пока Валькира нас не убила! Да, она кидает периодические копья. Не знаю, только в этих... А, нет, она не периодически кидает копья, она просто всех убила копьями. Хотя, вон, маг один, который застрял. Он выжил. Благодаря багу, собственно, скрипта. Он должен был идти вперед, и его бы тоже убила Валькира копьем. Так, ну ладно. Ну давайте вернем братьев обратно в могилы, хотя они должны были идти вперед. Приветствую. Останавливайтесь, убейте Синдрагосу. Окнаар, герои! Он про какого-то Филькенштейна все говорит. Не дайте Филькенштейну впустить меня на опыт, и я вот не знаю, что это значит. Ну а вот Валитрос находится, но она ходит во сне. То есть суть... Почему люди не могли этот энкаунтер пройти? Потому что ее надо хилить. Ей, как вы видите, надо нахилить около 3 миллионов хп, а люди не могли это сделать, потому что, ну, например, если ты воин, то бинты столько не нахилят. Ну у меня такой проблемы, я думаю, не будет, поскольку у меня есть спек хила, даже шмот хила, потому что я друид. А, и... Ша. Чужаки ворвались во внутренний покой. Лич говорит. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы возвращаются ко мне. Герои, еще не много. Это племянница Алистразы, кстати. Я излечилась. Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Но тут никого нет. Ну да, она убивает вообще ОЕшкой всех. А, да, это была, если не ошибаюсь, племянница Алистраза, собственно, зеленый дракон. Плененный королем Личом. Уж не знаю, для чего он ее использовал. Почему-то хотел посмотреть, но так и не нашел. Зачем королю Личу нужен был зеленый дракон? Не совсем это понятно. Ну, а дальше продвигаемся к Синдрагосе. Собственно, что можно сказать про Синдрагосу? Она жена Маллигаса, с которым мы уже убили, тем не менее, но она погибла за много тысяч лет до этого. Помните, я как-то рассказывал вам историю, то ли видео про Аниксию, то ли как раз таки видео про Маллигаса, скорее всего, там, где Смертокрыл предал всех драконов, в особенности Синих драконов. Он создал душу дракона и с помощью нее уничтожил всех. Они не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Да, с помощью собственно нее победил всех, очень сильно ранил кого? Синдрагосу, жену Маллигаса. Я сказал, что она жена Маллигаса была? Вот, она была женой Маллигаса. Он ранил ее, ну, и она погибла. Последняя ее, типа, мысль перед смертью была, она хотела добраться до драконьего погоста, на свою, так сказать, родину, где должны быть похоронены, собственно, все драконы, но но не смогла, не хватило ей для этого сил, поэтому перед смертью она прокляла всех живых и поклялась отомстить. Ну и Лич Кинг, в начале, собственно, начальный ролик короля Лича, именно Синдрагосу воскрешает король Лич на видео. кто-то, возможно, думал, что это Сапферон, но нет, это Синдрагоса, он воскресил ее и сделал королевой ледяных змеев, не знаю, зачем я этот чай поднял. И именно она делает для Лич Кинга всех этих ледяных змеев, ну, помимо тех, которых он сделал сам, типа, Сапферона, он из синего дракона тоже воскресил, но вот те, которые летают в локации Ледяная Корона, это все дело рук Синдрагосы. Да хватит, они бесконечно что ли идут? Кыш, я уже забыл. Вот, маленькие дракончики, как видите, ледокрылый дракончик. А вот Хриптохруст и Иней. Синий, Иней, Иней, темно-синий песню, помните такую? Старую. Так, что еще про Синдрагосу? Поклялась отомстить, он ее резнул, она делает для него ледяных змеев, все. Ну, вот так вот выглядит маунт за славу рейдера стадель ледяной короны. Ну, или как Синдрагоса, как вам больше нравится. Они и так выглядят, как Синдрагоса. Ини, и Хриптохруст. Вот уж не знаю, что такого особенного конкретно вот в этих вот двух ледяных змеях. Написано нежить. Ну, да. Я полагаю, это что из трупов опять-таки драконов создают, что, наверное, чертовски логично. Я прям как капитан. Ну, я бы ролик про Синдрагосу вы сюда явились. Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Ролик про Синдрагосу я бы тоже показал, но боюсь, что он все-таки защищен авторскими правами. Уж слишком он важный. Блин, сразу сагрилась. Смотрите, какая она огромная. Просто жесть. Еще она дышит. Ну, она же дракон. А теперь почувствуйте всю мощь, господина. И нагрузитесь в отчаяние. Свободно. Ну, она говорит, что она свободна. Вот уж не знаю. Музыку эпичную ощущаете? Так, не помню, налево или направо. Кажись, направо. Портал справа находится, да. Который ведет нас на верхний ярус. Да, и отсюда мы уже через лаги низкий фпс просевший пойдем прямо к королю лечу. А, вот и души, про которые я говорил. Я забыл, что они только после смерти синдрагосы идут. Вот эти две валькиры, они довольно забавные. То есть, ну, одну-то я уже убил, но иногда лень было людям их убивать, и они пытались после каждого вайпа на лече пробежать вот до этого портала. Здесь не сагрив валькиру, как всегда кто-нибудь тягрил наверху там все вступали в бой и не могли и на человека очень сильно орали. А, это еще были те времена, когда трэш в рейдах рессался. Сейчас такого нету. Сейчас ты убиваешь трэш один раз и в следующий раз он ресснется чуть ли не через сутки там или ну, очень много часов должно пройти. А раньше в инстах трэш рессался каждые два часа. То есть, два часа трэв босса означают то, что через в следующий раз, когда ты войдешь в инст, у тебя ресснется трэш помаленьку. Тебе надо будет заново его защищать. И эти валькиры после вайпов кучи на короле личе появлялись периодически и периодически их снова было в падлу всем чистить и такие дела. Ну и вот здесь у нас уже стоит Тирен Фордринг. Вот пока неактивный король Лич и Болвар Фордрагон. Хотя он, наверное, должен быть Фордрингом тоже, ведь это они же братья вроде как. Болвар, как видите, он огнен. Ну, вы не видите, наверное, нихрена еще. Сейчас, подожди, я на коленки лечу в стану. Как видите, он такой подпаленный, потому что ну, я вставлю ролик, так что вы должны знать почему, потому что он драконы, красные драконы прошлись по нему и Король Лич пленил его, чтобы сделать из него своего типа величайшего полководца или рыцаря смерти или тихо того. Вот она Фростморн, это у нас Артас, стал он большим. Да, вряд ли он был раньше больше Таурена, а сейчас, видите, раза в два выше. Я еще и блюю на него чем-то, неприятная тема. Безусловно, самый харизматичный босс и эпичный босс всего вов-контента, ну, никто с ним не сравнится. В основном это связано, конечно, потому что люди, очень многие играли в третий Варкрафт, и для них Король Лич и Артас это не просто какой-то смертокрыл. Хотя смертокрыл-то, если читать лор, фигура тоже очень культовая, но к нему относятся с таким пренебрежением, игроки в смысле, потому что а про него-то не было отдельной игры. Кто это? Мы должны что-то знать о нем? Ничего о нем не знаем. Про Короля Личажа мы знаем очень многое, так же, как и про Иллидана, и про Келя, и про Леди Вайш, поэтому я и говорил, то, что Burning Crusade это такой самый самый в этом плане запоминающийся аддон, потому что в конце каждого рейда в конце каждого рейда практически там был некто важный, тот, с которым мы уже встречались в третьем Варкрафте, в Личе, ну, в смысле, в аддоне, из таких персонажей только Король Лич. Ну, а ну, Барак, воскрешенный в ВВК, он, конечно, тоже клевый, и за нежить, когда играешь, его можно как героя строить, но все-таки не то, не такой он культовый персонаж, хотя тоже неплохой, надо сказать, а вот Дэйв Накс Рамоси, Кельтузад, нет, знаете, пожалуй, в Личе не меньше, чем в ВВК клевых культовых персонажей, поэтому эти контенты так и любят люди, и к тому же Король Лич по дизайну, ну, просто охренительный, казалось бы, простой рыцарь с черепами, бледной кожей, но какой же действительно охренительный дизайн, то, что любимчик, любимчик, одним словом, я не знаю, Горош после него выглядит просто мега тухло, несмотря на то, что Горош это персонаж, которого воверы тоже знают с Бёрнинг Крусейда, и на протяжении восьми лет бок о бок с ним, можно сказать, шарились, он был в Награнде, появился, и всё это время он сопровождал Траала, он был его заместителем, он постоянно с ним общался на протяжении многих лет, но тем не менее воспринимается он не так, как Король Лич, потому что, ну, харизмы ему, наверное, не хватает. Итак, я долго ждал, пока наступит этот день, герой, готовы ли твои соратники совершить правосудие над Королём Личом? Не, сори, я один, Фарава Ролон, у меня нет друзей. Мы бросимся в бой по твоему приказу, мы готовы, Верховный Лорд, благослови нас на бой за судьбу Азерота, за новый рассвет. Ну, уже, начинайте свой диалог. Неужели прибыли, наконец, хвалёные силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдёшь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. да не да так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение Ну собственно вот так вот бой и кончается Пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости Ну? Что движет вами? Праведность? Не знаю Моргаешь? Ты отлично их обучил Фордринг Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал Тебя следует наградить за этот невольный подарок Даже края не обрушились у платформы Вот эти вот, где трещина должна была обрушиться Но я слишком быстро Я буду воскрешать их И превращать в воинов плеть А он меня не убил Я уже должен был выйти мертв Они повергнут этот мир в пучину хаоса Карусель, карусель Отпадет Это радость для нас И ты Станешь первой Жертвой Это счастье, радость и веселье Мне по душе Это ирония Свет Даруй мне последнее благословение Дай мне силу Разбить эти оковы Я притворюсь мертвым Не, он сбивает анимацию Ну, он должен убивать, как вы понимаете И Ажбрингером уничтожает ледяную скорбь Тирион Фордринг Высвобождая Хватит Артас Твоя ненависть не заберет Больше ни одной жизни А вот и Король Все кончено, сын мой Настал час Расплаты Один Это у нас типа все крест, но Я сдаю Как лев предагнцами И не дрожат они Им неведом страх Я не знаю, наверное, мне надо удар нанести Да И шлем спал с него, как вы видите Ролик Давайте ролик Ёптой мать, как громко Уууууууу Ну что ж, вот такой вот финальный, собственно, аккорд Короля Лича, падение Короля Лича, как и называется этот патч, падение Короля Лича, это у нас тут Артас Минитил в очень странной форме губ. И как вы видели в ролике, у Тириона, у него там моделька лица немножко другая, потому что здесь у него обновленные, видите, обновленные анимации, он стоит, моргает всяко-разно, и, ну, новая моделька, Дреноровская уже. А там он все-таки довольно старый. 2008 года лут у нас, ну, ничего интересного из себя, естественно, не представляет, хотя двуручный дробящий, ничего себе, какая страшная дура. Я бы такой не хотел напороться и арбалет. Да, да, вот сидит у нас Болвар и до конца неизвестно, на самом деле, что случилось с Королем Личом, ну, то бишь, изначально, с Нерзулом. Действительно ли Болвар может удержать его, действительно ли он настолько силен, или же Король Лич все это и так предвидел, потому что он предвидел очень многое. Он предвидел в третьем Варкрафте все события третьей войны, да и события второй войны он тоже предвидел очень многое, он знал заранее, и вероятность того, что он не рассчитывал на это крайне мала, так что я бы надеялся то, что Король Лич вернется. Это, конечно, будет немного неправильно, потому что воскрешение старого контента, ну, я не говорю про то, чтобы воскрешать старый инст. Типа, переделывать СЛК там на 120 уровень, или какой тогда будет в Вове на тот момент, я говорю просто, чтобы вернулся сам Король Лич как персонаж, возможно даже, чтобы вот в такой вот роли, может быть, когда-нибудь Близзард это и сделают. Но пока что меня пугает лишь та мысль, что Нерзул в Дреноре представляет собой босса пятерыльного инста, вот что действительно меня пугает. Я не знаю, как это будет выглядеть, я не знаю, действительно ли он будет боссом, я не знаю, убьем ли мы его там, но надеюсь, что нет, потому что Нерзул это просто культовая личность, и нельзя его судьбу заканчивать в пятерыльном инсте, тем более до того, как она еще началась. В то время, в события Дренора, которые будут, Нерзул уже обладал огромной силой, потому что если Гулдан хотел споить, собственно, Грому кровь Монорота, значит его предшественником был Нерзул. И Нерзулу также. Кил Джейдан даровал огромную силу, и Нерзул уже тогда должен был все продумывать, поэтому если Близзы просто его убьют в пятерыльном инсте, а учитывая, что это пятерыльный инст, то фармить его будут очень-очень много раз, то лично я им это не прощу. Кстати, почему-то выход с платформы не работает, он раньше был здесь. Может быть, надо поговорить с Фордрингом? Нет. Да, просто не работает выход. Нормальная тема. Ну, как я уже сказал, вот эта вот часть платформы, она должна была... О, я, кстати, могу просто прыгнуть и умереть. Она должна была отколоться во время боя с Личом, потому что... Ну, у меня слишком высокий ДПС, я его на переходки просто перевел. Я думаю, можно с большим успехом их хардмод фармить, собственно, он... Я думаю, без проблем сдастся. Да, вот он. Последний. Если вы не поняли, что произошло, то Фростморн, про который я говорил, который выковал король Лич в своей... Ну, находясь в троне. Это рунный клинок, который поглощает души убитых врагов, делая таким образом хозяина сильнее типа. И когда с помощью испепелителя Шбрингера его раскололи, уничтожили души, высвободились и схватили короля Лича, как бы глупо это не выглядело. Ну, и тот, кого вы видели, это Теренос Минитил II, если не ошибаюсь. Не могу я ошибаться. Точно помню, что Минитил, отец Артаса, один из первых... Собственно, одна из первых душ, которую забрал Артас с помощью Фростморна. Ледяная скорбь, так называемая, в русском переводе. Ну, и все. Высвободились они, и сейчас они на свободе. Вот так вот и закончилась история короля Лича, нам известная. Это я тоже уже, кстати, говорил. Да, в общем-то все, что я хотел. Называю, наверное, ЦЛК своим любимым инстом, и я в этом еще раз убедился. Ну, элементарно, сравните вот это место, финальная комната, площадка финального боя с боссом, и ту комнату, где мы сражаемся с Горошем. Это просто небо и земля какая-то квадратная, на самом деле прямоугольная, типа комната. Ну, на четвертой фазе мы находимся в видении Уврат Штормграда, где на колья насажены там Тралл, Вариан Рин и все остальные. Это, конечно, все прикольно, но во время боя ты этого не ощущаешь. Ты не можешь во время боя подойти к стене. Ха, интересно. Надо бы порассматривать эти колья. Нет, ты их рассматриваешь только когда уже убил босса, потому что иначе будет вайп. Вот, а здесь ты ощущаешь этот внешний вид на протяжении всего боя, всех траев. И это круто, надо сказать, это круто. Ну, и весь инст, в принципе, по дизайну мне тоже нравится, несмотря на то, что он скорее темный, чем светлый, чем я люблю. Но тут много таких синих и зимних тонов, а я люблю и зимние уровни. Многие люди не любят зимние уровни, а я вот люблю зимние уровни. Я люблю зиму, несмотря на то, что живу в Сибири. И мне ее и так хватает, вот. Ну, как ни странно, у меня сейчас дождь за окном, но это потому, что природа довольно тупая падла. У меня лежит снег и идет дождь, но это нормально. Так что, на этом видео заканчивается. Видео по инстам катаклизма не будет по одной простой причине. Для меня этот контент ничто. Я в нем не рейдил. Я рейдил только Сумеречный Бастион и Твердыня Крыла Тьмы буквально два месяца после их выхода. Потом, скажем так, забил на WoW, естественно, по личным причинам. И вернулся только в конце Пандарии, ну, в начале Осада Рыгримара. Так что, ждем Дренора, как я уже говорил в своем подкасте, который, если вы еще не смотрели, то посмотрите. Подкаст про припадж Дренора. Ждем Дренора, там будут выходить ролики. 21. Давайте посчитаем, сколько дней осталось. Раз, два, две недели. Три недели и два дня. Вот так вот. 23 дня получается. 22. У нас даже гильдейское событие есть. Необходимо взять отпуск на работе до Нового года. Да, в честь выхода Дренора. Там и увидимся, собственно, пока. Если вам понравилось это видео, ну, как всегда, то вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании. Вступайте в нее. С вами был Сет. И последняя фотка. Блин, тело Артаса, кстати, пропало. Я его за него тоже сфоткаться хотел. Но, ладно, последняя фотка. К сожалению, на коленке к нему сесть нельзя, как к Артасу. Но я буду личным котейкой Болвара. Итак, с вами был Сет. До свидания. Продолжение следует.